Этот столетний чемодан когда-то перевозил вещи путешественников. Теперь его самого бережно упаковывают как музейную ценность. Дорожную сумку и еще несколько предметов быта позаимствовал музейный комплекс «Артишок» для проведения выставки к 80-летию городского округа. Ее завершили, экспонаты пора вернуть в Москву. Это тульский самовар начала 20 века. Еще сто лет назад он был неотъемлемой частью чаепития химчан. Сейчас его готовят к отправке в Музей индустриальной культуры. И сейчас происходит как раз процесс упаковки. Расскажите, пожалуйста, что самое главное, с чего нужно начинать? Самое главное, с чего мы начинаем, это обезопасить выступающие части этого самовара. Для начала мы его ставим на специальную подложку, потому что у него, видите, какие ножки. Дальше у него выступающий носик, который тоже может повредиться при транспортировке. Мы у него надеваем специальный чехол. Везти недалеко, всего пару десятков километров. Поэтому условия перевозки не такие строгие. Предметы упаковывают в воздушно-попырчатую пленку, затем помещают в картонную коробку, а пустоты заполняют пенопластом. Мелкие предметы укладывают отдельно. Причем здесь упаковочного материала уходит больше, чем занимает сам предмет. Важно, чтобы деталь не потерялась в процессе транспортировки. В коробку мы кладем предметы, одинаковые по составу и по материалу. То есть мы не можем класть разные предметы в коробку. То есть если это дерево и бумага, то мы их не везем вместе, потому что дерево может повредить, даже если очень хорошо будет упаковано. Каждому предмету свой подход. Тару для перевозки выбирают, исходя из множества факторов. Размер, материал, ценность. Только так музейный экспонат сможет предстать на новые выставки в целости и сохранности.